Газета «Радист» является корпоративным изданием Рязанского государственного радиотехнического университета. В прошлом году она отметила свой юбилей 60-летия. Первый номер газеты вышел 16 марта 1959 года в день 100-летнего юбилея со дня рождения выдающегося физика Александра Попова. Со времен своего создания газета освещает самые яркие события, происходящие в университете, поднимает проблемы, требующие решения, описывает жизнь и научную деятельность интересных людей, связанных с ВУЗом и с самой газетой. Работу редакции упростило появление интернета, социальных сетей. Сейчас со многими корреспондентами, верстальщиками мы взаимодействуем через социальные сети. В советские времена в газете освещались по большей части политические вопросы. Сейчас же в ней отражается жизнь, касающаяся именно университета. При подготовке очередного номера корреспонденты выбирают себе тему по душе и берутся за ее разработку. Для меня все любимые рубрики – это всегда творчество, это все, что касается концертов, все, что касается каких-то выступлений ребят, где-то на каких-то конкурсах, например, на ОЛО «Мы ищем таланты». Мне очень нравится ходить на них и смотреть, и писать, соответственно, об этом, потому что это такие творческие люди, у которых горят глаза, это люди, которые выступают на сцене, они могут очень много дать газете. Недавно в газете «Радист» появилась рубрика, рассказывающая о медалях, полученных во время Великой Отечественной войны сотрудниками Радиотехнического университета. Так читатели могут узнать о подвигах тех людей, которые причастны к становлению вуза. Однако помимо основных выпусков газеты, которые печатаются раз в один-два месяца, существуют специальные выпуски, подготовленные для абитуриентов ко дню открытых дверей. В них регулярно обновляется справочная информация, касающаяся правил приема в вуз, минимальных и средних баллов для поступления. Говорится о количестве бюджетных и коммерческих мест, а также описываются специальности и другие возможные направления деятельности студентов. Например, Алена узнала о газете «Радист» еще до поступления в университет и захотела вступить в ряды корреспондентов. Мне все рассказали, я познакомилась с ряд коллегий и радушно распахнули двери редакции. Также я стала обычным корреспондентом, который ходил на мероприятия, делал репортажи, брал интервью. Мне это все было очень интересно, и я впоследствии стала выпускающим редактором. Сейчас я являюсь уже на протяжении этого года и занимаюсь газетой уже более серьезно, на более профессиональном уровне, потому что я вычитываю статьи, я слежу за тем, чтобы все было грамотно написано, слежу за орфографией и за тем, чтобы материал соответствовал заявленной теме. В редакции газеты «Радист» регулярно работают от 15 до 20 человек, любящих свое дело. Раз в год эти люди выпускают специальный номер газеты, в котором рассказывают о таких же вдохновленных своим занятием студентах. Еще одним специальным выпуском является выпуск, посвященный звездным походам среди студентов города Рязани. Студенты университетов города отправляются на зимних каникулах по каким-то населенным пунктам Рязанской области, делают там какие-то добрые дела, восстанавливают памятники, посещают интернаты, детские дома, встречаются там с местными жителями в дворцах культуры, в домах культуры, ставят там какие-то культурные досуговые программы. После этого они делятся впечатлениями на страницах нашей газеты, пишут отзывы, красивые фотографии размещают, и, соответственно, через много лет они могут вспомнить, что были такие походы, они в них участвовали, с теплотой вспоминать это время. Хочется отметить, что несмотря на большой прорыв в сфере интернет-пространства, периодические издания не просто продолжают существовать, но идут в ногу со временем. Теперь они не только передают новости, но становятся обучающим материалом, справочниками и доброй памятью, которая никогда не сотрется с жесткого диска.